Музыка Здравствуйте, в эфире Спортивный регион и вот о чем мы расскажем сегодня. Мемориал Булатовых задает планку для мировой легкой атлетики. Результаты некоторых победителей оказались лучшими на старте сезона в Европе и даже в мире. Весело, по-молодежному, с огоньком. Именно по такой формуле в преддверии Красноярской Всемирной Универсиады в нашем городе прошел спортивный фестиваль «Айлау Винкер». Когда в товарищах согласие есть. Футболисты Иртыша накануне новогодних праздников провели праздники спортивные, сыграли товарищеские матчи и на Зеленой Поляне, и на волейбольной площадке. Кроме того, на этой неделе омичи резали коньками лед, покоряли водные дорожки бассейнов, блистали в хэквондо, дарце и футболе на снегу. Подровняй об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Питерском центре плавания прошли 12-е международные соревнования Кубок Владимира Сальникова. Отличного результата добился серебряный призер чемпионата мира 2018 года в составе эстафетной команды Мартин Малютин. А миг завоевал две золотые медали. В первый день турнира Мартин был лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем. А днем позже Малютину не было равных на 200 метровке вольным стилем. Еще одному представителю омского плавания Рустаму Гадирову удалось пробиться в финал на дистанции 200 метров брасом, где наш спортсмен стал пятым. Тысяча и семь хэквонтистов. Именно столько бойцов поучаствовали в чемпионате первенства Умской области под хэквондо. Региональные соревнования, собравшие рекордное количество спортсменов, состоялись в манеже спортивного комплекса «Красная звезда». Самые младшие дети 6-9 лет показывали себя в рамках фестиваля тхэквондо. Основная масса спортсменов, школьники 10-17 лет, разыгрывали медали первенства, а взрослые спортсмены – чемпионат области. Атлеты соревновались по четырем дисциплинам тхэквондо – тулю, спаррингу, измерению силы удара и специальной технике. Эти старты стали своего рода генеральной репетицией перед Кубком России, которая состоится в Омске в марте 2019 года. Новогодние традиции – дело святое. Кто-то, как известно, накануне этого праздника непременно ходит с друзьями в баню, а потом просыпается в другом городе. А вот омские легкоатлеты, начиная с 1976 года, в преддверии Нового года проводят всероссийские соревнования по лёгкой атлетике – «Мемориал Булат». В этом году на турнир собралось более 200 спортсменов, среди которых немало очень именитых атлетов. К примеру, в Омск приехали призёр чемпионата страны из Уфы Данил Стрельников, чемпионка страны среди юниорок, рекордсменка континента в беге на 400 метров Полина Миллер из Алтайского края, мастер спорта международного класса Егор Николаев из Башкортостана и другие. Практически все вышеперечисленные атлеты сумели показать себя во всей красе. Уже в первом забеге на 300 метров Полина Миллер задала темп для всех участников, пока за время – 37,91 секунды. Догнать её так никто и не судит. Более того, «Сибирячка» смогла показать лучший результат сезона в Европе. Кроме того, Полина установила и новый рекорд России для соревнований в закрытых помещениях, побив предыдущее достижение Натальи Бочиной. Это, кстати, очень круто, не только для Алтая, но и для Омска. Почему, спросите вы? А вот почему. Международная Федерация Лёгкой Атлетики следит не только за индивидуальными результатами легкоатлетов по всему миру, но и составляет определенный рейтинг турниров, на которых были показаны те или иные достижения. И теперь наверняка высокие баллы получит Омск, потому что именно здесь показываются лучшие результаты на континенте. В этой связи помогла Омскому турниру и Нигина Тухтаева из Турганской области. Она также показала лучший результат сезона в Европе, пробежав 600 метров за одну минуту в 30,55 секунды, установив новую планку для европейских атлетов. Приезжаю каждый год, примерно с 2012 года. Призы попадаю, наверное, начала попадать, когда перешла в возраст 18+, то есть уже со взрослыми женщинами, когда начала бегать. Настроение всегда отличное, потому что соревнования как праздник считаю. И в Омске не первый год много знакомых, много поддержки, и поэтому радуюсь соревнованиям. А вот Савелий Савлуков из Алтайского края на той же дистанции показал второй результат сезона по России. Одна минута 19,76 секунды. Он опередил Данила Стрельникова, который первенствовал на этой дистанции в прошлом году. Кстати, такой же результат был и у МНЧ Станислава Сукова, поэтому обоим спортсменам были вручены серебряные медали. Не совсем удачно складывалось для Уфимса Стрельникова гонко-критериум, которое проводится на омских соревнованиях лишь второй год. На мемориале Булатовых 2017 Данил грамотно распределил силы по всем дистанциям и в финале оказался заметно быстрее о мяча Олега Новожилова. Однако на этот раз он уступил пальму первенства другому представителю Омской области, Александру Филиппову из Академии МВД. А вот на дистанции 300 метров у мужчин без особых проблем всех опередил Дмитрий Разумов из Томской области. По его собственному признанию, даже не ощутив какой-то особой конкуренции. В мемориале принимаю участие уже, наверное, пятый раз, начиная с юношей, еще задолго, чуть ли не с 2012 года. В том году тоже выиграл данное соревнование, примерно с тем же результатом. В том году чуть лучше сложился бег, ну ничего страшного, в этом году еще разбежимся, весь сезон впереди. Что соперникам скажете? Ну, особо соперников не было, в плане того, что бежишь один за беги по четвертой дорожке, никого не видишь. Но все равно где-то морально чувствовал, что приехали сильные ребята, мастера спорта, и это все равно подстегивает, конечно, всегда. Отлично провел турнир призер первенства России спартакиады молодежи 2018 года прыгун в высоту Матвей Рульников. Он победил с результатом 2 метра 15 сантиметров, а перейти в Павла Кучуркина из Башкирии и Романа Зиновьева из Омской области. Впрочем, сам он, будучи по природе своим максималистом, от собственного результата остался не в восторге. Первый старт сезона, результатом недоволен, потому что хотелось бы прыгнуть повыше, чтобы... Ну, как-то с 15 лет. Неплохо, с мастера начал, но будем работать. В январе сразу, в начале, несколько стартов было. Чем выше, тем лучше всегда, как бы. Тем не менее, ты сегодня всех перепрыгал. Ну да, прыгал со взрослыми ребятами, своими друзьями. Программа турнира в этом году была рассчитана на один день. Юноши и девушки преодолевали дистанции 60, 600 и 1000 метров, 60 метров с барьерами, выполняли прыжки в высоту длину из 6, толка недра. У мужчин и женщин значились забеги на 60, 300 и 600 метров на одну милю, а также прыжки с 6 у женщин и в высоту мужчин. Отметим, что мемориал Георгия Владимира и Вадима Булатовых, традиции которого были заложены в далеком 1976 году, один из крупнейших турниров страны в начале зимнего сезона. Соревнования являются, во-первых, отборочными для попадания спортсменов на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. Являются одним из стартов для попадания на чемпионат и первенство России. Поэтому, ну и естественно, это очень хорошая проверка перед, скажем так, основными стартами в зимнем сезоне. Итак, зимний соревновательный сезон в закрытых помещениях у наших легкоатлетов открыт. Впереди гораздо более представительные состязания, а значит и более масштабные вызовы. В добрый путь подданные ее величество королевы спорта легкой атлетики. Удачи вам в наступающем 2019 году! На территории спорткомплекса «Красная звезда» прошли решающие игры турнира по мини-футболу на снегу на кубок компании «Оша» в памяти Александра Веретинова. Результативной оказалась встреча за третье место между командами «Олимпийская деревня Огонек» и у погибшего футболиста. Уверенная игра в нападение у представителей «Олимпийской деревни» помогла им создать существенные заделки и даже расслабиться на последних минутах. Тем не менее, после победы 6-3 бронзовые медали турнира достались именно им. Но заветный кубок в третий раз выиграл «Оттон» в финале со счетом 4-1 переигравший команду «ТГК-11» плюс «Омск РТС». Победу «Оттону» принес вратарь Иван Самойленко, отразивший в финале два пеналита. По традиции, накануне католического Рождества в нашем регионе состоялся открытый чемпионат Азовского немецкого национального района по дартсу. Этот турнир по традиции проходит в Азово потому, что лучшие игроки Омской области в дартс являются уроженцами именно этого района. Вот и на нынешних соревнованиях в спорткомплексе «Штерн» обошлось без сенсации. В самой престижной номинации, в личном первенстве «501», до участия в котором допускаются лишь игроки, предварительно выполнившие упражнения сектор 20 и большой раунд, и имеющие спортивный разряд не ниже третьего, лучше других выступили Азовчане Евгений Эчко и Андрей Шрейдер, завоевавшие соответственно золото и серебро турнир. Бронза на счету Евгения Есепова из Омска. У девушек свой высокий уровень игры в дартс подтвердили Дарья Фрейс и Валентина Кожей. Весело по-молодежному с огоньком. Именно по такой формуле на территории экстрим-парка Сибуфг прошел спортивный фестиваль «I love winter». Какие спортивные соревнования могут собрать на одной трассе команду бременских музыкантов, экипаж «Молнии Макуин» из мультфильма «Тачки», многочисленное население домика трех поросят, чебурашку в ящике с апельсинами, а также владелицу блистательного транспорта «Снежной королевы»? Ну, конечно же, ставшую же традиционным в Омске пара отца. Причем многие семьи, а именно семейные команды участвуют в этом необычном старте, приезжают сюда четвертый год подряд. Среди старожилов семья Сербина, Анна, Дмитрий и их сыновья, шестилетний Егор и Валентин. Идея у нас дракон, корабль «Ниндзяго», потому что дети очень любят играть в лего, и, соответственно, тема «Ниндзяго» для нас очень актуальна, поэтому игру воплотили в жизнь. Все вместе строили? Да, все вместе строили, активно рисовали, красили, помогали, детки все тоже раскрашивали, так что коллективная работа у нас. Праздник был посвящен главному для России спортивному событию следующего года – Всемирной универсиаде, которая пройдет в Красноярске. В Омске уже сформированы команды спортсменов и волонтеров, которые будут в наступающем году представлять наш регион на этом масштабном форуме. В Омской области создан студенческий штаб универсиады. Мы готовим волонтеров не только из вузов, но и со всего региона, со всей Омской области. У нас есть и серебряные волонтеры, и студенты, и выпускники вузов. В рамках подготовки проходило несколько мероприятий. Один из них – фестиваль зимних экстремальных видов спорта «I love winter». Он проходил в прошлом году всю зиму. И в этом году мы его продолжаем. Это мы выиграли грант красноярской дирекции подготовки к универсиаде. Главным событием стал активный квест, в котором принимали участие все желающие. А их набралось немало. Будущие волонтеры, готовящиеся к работе на Всемирной универсиаде в Красноярске, которая пройдет в марте 2019 года, школьники и студенты. Немало было и тех, кто поддерживал спортсменов на дистанции. Давайте, дикие егери, быстрее, разгон больше! Квест – это отличная возможность посмотреть готовность наших волонтеров к работе на универсиаде. Ведь его этапы были посвящены видам спорта, которые будут на ней представлены. Сноуборду, биатлону, спортивному ориентированию, лыжным гонкам, хоккею и другим. Так что же должны были сделать для победы участники? Они должны выполнять задания, которые связаны с командообразованием. То есть они должны работать всей командой. И в итоге на каждом задании в результате выполнения они получают кусочек пазла. И потом они собирают пазл на пазле изображения символа Всемирной универсиады – собачки Юлайки. Они там что-то фотографируют и отчитываются, да? У них есть этап спортивного ориентирования, где они ищут контрольные пункты. И в качестве фиксации своего пребывания на контрольном пункте они должны сфотографироваться всей командой возле контрольного пункта. Одна из самых приятных частей праздника – конечно же награждение. Но это ведь не официальное соревнование, где призы дают за победные метры, секунды, килограммы. Это веселый праздник. И тут запросто можно получить награду, например, за самый необычный головной упор. Фестиваль зимних видов спорта «Айлау Интер» – это одно из мероприятий, где ребята окунаются в дело волонтерства. Такие грандиозные события, как Всемирная универсиада, что пройдет в марте в Косноярске, представляют нашу страну с лучшей стороны. А волонтеры призваны показать всему миру наше гостеприимство, радушие и радость гостям из любой страны. Соревнования на Кубок Союза конькобежцев прошли в подмосковном конькобежном центре «Коломба». В них принимали участие 60 спортсменов средних и старших возрастных групп из 13 регионов страны. Омскую область на этих стартах представляли титулованные спортсмены Сергей Логинов и Иван Касьянов. И оба они сумели подтвердить свой высочайший класс. Иван Касьянов, выступавший в возрастной категории 70-75 лет, стал сильнейшим на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров, а также занял второе место на 500 метров. По сумме всех дисциплин наш спортсмен стал первым. Завоевал золото и Сергей Логинов, выступавший в самой заслуженной возрастной группе, 80 лет и стаж. Он также был первым на финише километровой, полуторакилометровой и трехкилометровой дистанции, а на 500 метрах стал третьим. Уже в марте Иван Касьянов и Сергей Логинов испытают удачу на двух чемпионатах мира. Соревнования по спринту в этом году принимают Нидерланды, а награды в многооборе будут разыгрываться в Нарвене. В футбольном манеже спорткомплекса «Красная звезда» прошел необычный товарищеский матч. Футболисты Иртыша встречались со сборной омских средств массовой информации. Разумеется, матч предсказуемо проходил с преимуществом речников. Однако журналисты проявили характер и смогли навязать борьбу. Итоговый счет в 8-6 порадовал всех и профессиональных футболистов, и журналистов, и болельщиков. Увидевших сразу 14 галлов. Впечатления великолепные. Хорошо, что встреча состоялась. Ребятам обещали, журналистам, они давно хотели встретиться. Ну и в преддверии Нового года все здорово. Настроение прекрасное. Признаю себя честно, была установка для твоих ребят играть в полсилы, чтобы не забить там, не знаю, 25 мячей? Не, мы договорились играть по-футбольному, чтобы и журналисты могли какой-то иметь шанс, да, все-таки матч товарищеский. Поэтому, как бы не было каких-то там установок, просто хотели поиграть, для своего удовольствия. Да здорово вообще с мастерами поиграть. Я думаю, маленько, конечно, Эрдыш с нами играл не в полную силу, скажем так. Поэтому дали нам забить, но я думаю, это нормально. Победила дружба, скажем так. В завершении групповое фото на память об этой дружеской встрече. Ну а лучшим игроком матча был признан, конечно же, неудержимый в этом сезоне ведущий бомбардир всей лиги Андрей Разборов, на счету которого на сей раз хитрик. Это позитивное мероприятие, очень понравилось. В кануне Нового года приятно всех видеть. Мы уже два месяца прошло, друг друга не видели, всех приятно видеть. Все радостные. Новогоднее настроение – это вообще отличное мероприятие, я считаю. Думаю, дальше мы будем только дружить, сотрудничать и вместе популяризировать футбол. Что скажешь про соперников? Да, главное – позитив. Все были позитивные, все были радостные. Журналисты, тем более, так радовались голам, было вообще приятно смотреть, эмоции – это самое главное в жизни. А когда их видишь, это самое приятное. Накануне скорого Нового года у тебя есть возможность поздравить всех болельщиков футбольного Иртыша? Ну, конечно, я поздравляю вообще всех – амичей, россиян. Это отличный праздник, это вся семья в сборе, все за столом, это радость, все радуются, все друг друга поздравляют. Это вообще отлично. Это эмоции, эмоции. Эмоции везде – это кайф. Победив журналистов, так сказать, в своей стихии, в футбольном поединке, игроки Иртыша бросили вызов девушкам из АМИ Сибор, пообещав переиграть их в волейбол. Смелый ход. Первая партия предсказуемо прошла с преимуществом АМИ 25 на 15. Однако во втором сете Иртышовцы освоились и проявили характер. Помогло и то, что команды провели своеобразный обмен игроками. Состав Иртыша пополнила капитанами Ксения Семышева, а волейболисткам отправился помогать Никита Комаров. В итоге второй сет остался за футболистами 25 на 18. Все решилось в третьей партии. Долгое время команды шли на равную. Однако в концовке волейболистки добавили и смогли одержать победу 25 на 18. Впрочем, проигравших в этот день точно нет. Тяжело было сегодня. Да, поменяли площадку, то есть чуть поменьше, сетка натянута. Но все равно какие-то навыки у каждого, как оказалось, есть. И в принципе получилось неплохо. Получались даже комбинации какие-то там, что-то схватывали быстро. Какая-то адаптация врачей, в общем, прошла очень быстро. Выиграть-то хотелось, принципиально было девчонок обыграть? Конечно, ехали все с настроем победить сегодня. Но все-таки соперник очень сильный. Поэтому мы обязательно потренируемся и возьмем реванш. Такие матчи очень интересные. Мы на самом деле были удивлены, что команда Иртыша так хорошо играет. И такие игры важны для того, чтобы эмоционально перегрузиться и прийти к Новому году уже с новыми силами, с новыми впечатлениями, эмоциями. Это очень важно. С кем-нибудь из ребят Иртышовцев успела познакомиться? Нет, но они еще здесь находятся, в зале. Так что, я думаю, можно пересечься, поговорить. Они вызвали вас на ответный матч по футболу. Как к этому относимся? Было бы интересно. Ну, надеюсь, все-таки из мужской солидарности они поддадутся нам. После этой товарищеской встречи Дмитрий Крикорианц поздравил всех с наступающим Новым годом, отметив отличное физическое и психологическое состояние, в котором сейчас находятся игровые команды «Онской области». Наши клубные команды находятся в очень хорошей физической форме. А главное, что в моральной форме они. Что несмотря на те сложности и трудности, которые существуют в целом, в игровых видах спорта в нашей стране, особенно в таких регионах нецентральных, все равно здесь есть дух соперничества, есть дух дружбы, взаимопонимания. И сегодняшний матч яркое тому подтверждение, что у нас активно развивается и футбол, причем и футбол, и массовый. И мы очень рады, что наш «Иртыш» вышел из некого такого спортивного кризиса. И то же самое можно сказать о команде «Омсибгор», что это такое временное, на мой взгляд, понижение в классе, которое, по сути дела, может в ближайшее время, в общем-то, измениться, этот статус. Понятно, что нам необходимо для этого наличие специализированного спортивного зала, но я думаю, эта проблема будет решена в ближайшее время. Вот эта информация от главы Минспорта в завершении года, как вишенка, венчающая праздничный торт. Итак, у нас в относительно скором будущем, наконец-то, может появиться столь долгожданный универсальный зал для игровых видов спорта. И омские болельщики, опять-таки, наконец-то, смогут наблюдать за играми волейболисток, баскетболисток и гонболистов, не стоя на ногах, а сидя на удобных трибуках. Напомню, что пару месяцев назад Дмитрий Аганесович в нашей программе говорил о реальной возможности для мячей получить вскоре и новый футбольный стадион. Вот от таких перспектив хочется верить в чудо и жить в ожидании праздников. Всех с наступающим новым годом! До встречи в 2019-м! Любите спорт! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!